Приветствую, друзья! С Днём Пограничника! Всех поздравляю! Сына моего, Олена, поздравляю бывшего пограничника, сейчас художника и психолога. И передаю привет моему другу Марку, которому нарисовал с большой дружеской любовью картину. И вот сейчас вот приходил его сын Алексей, я ему давал картину, он говорит, такая большая, такая красивая, давай я завтра приеду на другой машине, чтобы её погрузить и передать. Я с удовольствием Марку рисовал эту картину, потому что 30 с лишним лет назад был такой случай у меня с ним. Он об этом, конечно, не помнит даже, наверное. У меня не было вообще денег, и я вот искал деньги, я попросил Марка, я говорю, дай мне 30 рублей, если у тебя есть в долг. Ну, он искал, дал мне 30 рублей, и у него тоже был малый денег, я так понимаю, но он мне дал как другу. И вот прошло столько лет, и он ни разу никогда меня об этом не спрашивал. Я хочу сказать вам, помните, вот есть такое, что Бог всё видит. Я, когда рисовал эту картину, с таким чувством дружеской любви я рисовал эту картину с вдохновением. И в отличие от многих других картин, которые люблю рисовать, рисую годами. А эту картину нарисовал за два вечера, потому что был во вдохновении таком, что я потом делал ролик. Я там, значит, в этом ролике говорил, вы можете посмотреть о свободе творчества, когда человек одновременно рисует. И вот это вдохновенное состояние рисования, он для того, чтобы быть свободным в творчестве, одновременно я говорил и с вами, с участниками школы «Человек будущего», школы человечности. Одновременно я закрашивал грунт, чтобы рисовать картину, и вы её потом посмотрите. Я одновременно разговаривал с вами, и этим самым снимал лишнее напряжение, как Пушкин на полях своих произведений автоматически рисовал женские головки. А Агата Кристи, когда писала свои произведения, автоматически она мыла посуду. Но для того, чтобы не зависать, не зацикливаться от чувства ответственности, создавая произведения. Ну, это очень интересно. Ну, помните, вот ещё вот, я говорю о школе человечности, помните ещё вот о вечных человеческих ценностях, вот о 30 рублях я сейчас говорю, и о 30 серебряниках, помните, Иуду, который за 30 серебряников продал там. И вот это вот очень такое вот интересное в жизни происходит, такие вот, как на произведении. У меня есть такой афоризм, если сократить из жизни все длинноты и произведения, это и будет лучшее произведение. Так вот, Марку я делал это с любовью, и хочу сказать, это именно в День Пограничника, потому что поздравляю, Олена, с Днём Пограничников и всех вас поздравляю. Прекрасный праздник такой, кто был пограничником, а мы говорим о безграничной любви, о человечности. Это очень важные моменты. И мне в прошлый раз спросили там комментом, благодарю за вопрос, а как вы одновременно не зацикливаться, чтобы снимаете лишнее напряжение, чтобы не зависать, чтобы свободно писать картину, или вообще свободно я говорил, что если вы пишете какой-то текст или что-то, надо, чтобы как Пушкин или как Агата Кристи какую-то параллельную деятельность сделать автоматически, чтобы немножко разгружать мозг, оставлять свободу сознания, чтобы не зависало, как компьютер зависает. И вот здесь вот очень такой важный вопрос был. Спасибо за вопросы. Я всегда читаю все комменты. И вот поэтому я сейчас говорю об этом, что мозг, чтобы не зависал, одновременно меня спросили, как вы это делаете. Ведь когда вы говорите в это время, вы напрягаетесь, и картину делаете, напрягаетесь. Вот две доминанты, они же сталкиваются. А я ещё раз напоминаю. Вот помните формулу ФА? Значит, там участница школы предложила пример такой. Одновременно феном голову сушит, одновременно кофе варит, одновременно ножкой притоптывает, одновременно по телефону разговаривает, одновременно любимого ждёт. Так вот эти все действия, которые она совершала, по формуле ФА, формула автоматизации начатого действия, они были автоматические. А было что-то главное, о чём она думала. Она любимого ждала. И думала, что она будет говорить, как встретит, как ему подаст кофе. Ну, всё это вы понимаете. Так вот, всё вместе. Поэтому, как говорится, Бог всё видит. Вот, и вот эти 30 рублей, и вот эти 30 серебряников. 30 рублей, видите, как я теперь рисовал картину с такой любовью к другу. И, соответственно, смог сделать за два вечера то, что я обычно делаю годами, пишу картину. Это очень интересно, правда? Поэтому параллельная деятельность, отвечая на вопрос по комменту, который поступил, она должна быть автоматическая. Вот выбирайте. Когда вы что-то делаете, вот вы в доминанте находитесь, чтобы не было ошибки, чтобы не было столкновения, чтобы сознание было свободное, для выбора решений, для творчества. Там, пробы и ошибки, это есть подбор путём перебора, по критерию максимального соответствия, с гармонией, с законами природы. Да, ну вы понимаете, о чём я говорю. Я всё сказал. Ещё раз идём к пограничникам и с безграничной любовью между нами, людьми, как творцами. И ещё, пожалуйста, обратите внимание, что все болезни у человека, может быть, происходят из-за нереализованных его потенций. Человек имеет много потенции, много способностей. И большая часть, может быть, у кого-то, она нереализована. По каким-то причинам. Кто-то говорил ему, что какой имеет смысл этим заниматься, кто-то ему ещё что-то говорил, что никакой выгоды от этого нет. Вот чтобы вы не закорачивались. И тогда будет обеспечиваться свобода творчества. А эта картина, которую я за два вечера написал, может быть, через годы она бы стоила миллионы, как показывает практика жизни у других художников. Так вот, Марку привет, Алену привет, всех поздравляю с Днём пограничника и безграничной человеческой любовью. Это вечная ценность. Видите, что-то падает, что-то стучит, а я такой счастливый, потому что меня это не волнует. Потому что, когда вы занимаетесь любимым делом, вам не важно, кто там где вам наступил случайно на ногу. Главное, чтобы голова была целая и сердце открытое. Потому что люди с открытыми сердцами хоть и делают ошибки, но идут правильной дорогой. До встречи, друзья.